Ну не знаю, правильно так говорить, наверное, можно. Я представляю испытательную лабораторию компании Infotex. И мой доклад, собственно, о том, что делать, когда система квантового распределения ключей уже практически готова к эксплуатации или к реализации серийного оборудования, в виде серийного оборудования, и возникла необходимость в ее сертификации. Доклад Андрея Вячеславовича. Он, кстати, я, если я, я надеюсь, он не возражает, я его продолжу чуть-чуть. И воспользуюсь, да, воспользуюсь вот этим, просто попытаюсь воспользоваться успехом в некотором смысле. Да, кстати, у меня есть некоторые слайды, которых у него не было. В принципе, я сейчас продемонстрирую. Проблематика сертификационных исследований системы КРК. Тема доклада. Просьба под словом исследования понимать не фундаментальные поисковые, а понимать проверочные мероприятия. То есть это когда мы в готовом оборудовании убеждаемся в том, что, так сказать, что-то там есть, и оно работает правильно. План следующий. Первая часть – практические аспекты сертификации СКЗИ. В общем случае, без квантовых вопросов, то есть это то, как в крупных штрихах, как происходит сертификация СКЗИ на настоящий момент. Вторая часть – актуальные проблемы. Ну, я думаю, что это может быть полезно и интересно. Хотел бы это осветить очень коротко, но… И третья часть – проекция сертификационных практик на системы КРК. То есть это то, как мы видим работа по сертификации систем с квантовым распределением ключей через призму нынешнего практического опыта сертификации СКЗИ. Вот, собственно, упомянутые чуть ранее нормативы. Если кому-то интересно, вот тут устрогие названия, которые можно искать в открытом доступе. Это ПКЗ 2005. Об утверждении положения разработки, производства, реализации, эксплуатации шифровальных и криптографических средств. То есть это тот документ, который определяет взаимоотношения участников в этом процессе. И упомянутые ранее рекомендации ТК-26. Вот, я буду строить свое повествование, так скажем, опираясь на них. Ну, потому что это удобно, и у меня есть сейчас здесь возможность на них опереться. Ой, смотрите. Это участники. Они также упоминались. Поэтому, ну, значит, я надеюсь... Вернее так, я считаю, что вот те люди, которые занимаются квадратной криптографией, к которым, может быть, в основном сейчас я обращаюсь со своей речью, это мы их отнесем к разработчикам. Меня можно отнести к спецорганизации. Ну, и регулятор, ну, понятно, с регулятором вопросов нет, это ФСБ. А заказчик – это, соответственно, тот, кто будет эксплуатировать. Предлагаю осмотреть строгое определение из КЗИ. Вот в это понятие из КЗИ, которое упоминалось, у нее есть строгое определение. И от этого определения, в принципе, у нас методы работы в некотором смысле строятся. Поэтому при использовании этого слова, ну, желательно его воспринимать корректно. Значит, с точки зрения КЗИ 2005, КСКЗИ к средствам криптографической защиты информации относятся. Средства, предназначенные для защиты информации при передаче по каналам связи, защиты от несанкционированного доступа при обработке и хранении. Средства эмитозащиты – это средства от защиты от навязывания ложной информации. Электронной цифровой подписи – это создание, использование, проверка подписи. Ну, и три последних, они сейчас не так актуальны, поэтому в режиме перечисления приведены. С точки зрения специализированной организации, любой объект исследований из КЗИ, он выглядит примерно вот таким образом. То есть, мы, ну, вообще, разнообразие средств криптографической защиты информации, оно достаточно великое. И с точки зрения принципов реализации, и с точки зрения реализуемых алгоритмов. И для того, чтобы понимать, каким образом к ним подходить, введена некая структура, которую мы пытаемся на первом шаге всегда найти. То есть, собственно, что есть из КЗИ, где его границы, что является средой функционирования из КЗИ, вот определение, какие основные функции из КЗИ реализует, и какие функции безопасности оно реализует. Это определяется классом, упомянутым также ранее. Ну, здесь я очень коротко. Значит, вот такая структура компонентов из КЗИ. То есть, все, что нам приносят на сертификацию, мы стараемся каким-то образом разделить на компоненты и придать им некий стандартный вид для того, чтобы иметь возможность работать. Вот эти вот компоненты, они здесь перечислены, я не буду, наверное, их подробно сейчас рассматривать. В принципе, если это интересно, я могу в рамках ответов на вопросы все это раскрыть. Вот это важный момент с точки зрения классификации функций квантового распределения ключей. Значит, по определению из ТК-26 рекомендации из КЗИ обеспечивают выполнение вот следующего перечня криптографических функций. Нам здесь понадобятся некоторые из них в дальнейшем. Вот. И, ну, я не мог это не продемонстрировать в этом смысле. Вот. И, опять же, с учетом класса упомянутого, класс заявляет разработчик из КЗИ, с учетом класса, в соответствии с требованиями, в соответствии с рекомендациями ТК-26, у нас возникает некое множество дополнительных механизмов безопасности в СКЗИ, которые также являются объектом нашего интереса при сертификации. Вот. Это функционал, напрямую не связанный с выполнением основных криптографических функций, он никак не связан с криптографической обработкой информации. Вернее, так, СКЗИ без этого функционала может выполнить основные криптографические функции, да, но он обеспечивает некий необходимый уровень безопасности информации в ходе выполнения рабочих режимов. Вот. Для примера, так сказать, средства защиты от несанкционированного доступа, аутентификация, сроки действия ключей, стат-параметры, ну и вот такие вот вещи, которые, так сказать, в совокупности обеспечивают некую защищенность инженерной реализации из КЗИ, как от последствий возможных воздействий изне, так и от последствий возможных, там, ну, выхода из рабочих режимов, из рабочего состояния, состояния исправности, действий пользователя, ну и всех-всех-возможных вариантов. Следующий слайд не хочет включаться. А, включился. Вот. На этапе приема из КЗИ на исследование, ну, у нас есть некий, так сказать, практика контроля, да, его готовность к сертификационным испытаниям, и определение, собственно, перечня работ по сертификации, которые определяются с ТЗ на разработку из КЗИ, где упоминаются, ну, перечисляются основные криптографические функции, условия эксплуатации, выводные классы, дополнительные требования. Это нам определяет состав работ, по сути дела. Контроль состава комплекта передачи из КЗИ на исследование и контроль соответствия описанному документации. То есть то, что фактически предоставляемое, да, надо обратить внимание, что тематические исследования проводятся в отношении конкретного образца и документации к нему прилагаемой. То есть это не может быть исследование некого множества вариантов, там, версий. Это конкретный образец, документация, с ним, собственно, и работаем. Вот, значит. Нужно сам образец, документацию, все вместе, да? Да, образец, документация, описывающая его принципы функционирования, компоненты. Вот все, что было хорошо перечислено у Андрея Вячеславовича. У Сергея Павловича, да, Андрея Вячеславовича. Можете открыть образец, вы будете его? Конечно. Мы даже, ну, знаете так, практика такова, что мы можем его даже сломать. Нечайно. Да. Вот, уходит. Как сказать еще, физически сломать или сломать? Нет, физически, пока мы будем его проверять, на то, что он не взломается, мы можем его случайно сломать. И терять. Ну, пока до этого не доходило, да. Ну, в принципе, возможно. Ну, вот здесь представлен состав исследования, он так или иначе вытекает из состава функций из КЗИ. Я не знаю, надо ли раскрывать. То есть, вот я их привел. В принципе, если коротко, да, то мы проверяем, что в СКЗИ реализованы криптографические функции, которые собирались в нем реализовать, собственно, разработчики. Я неправильно ответил? Нет. Вот. Мы проверяем, что состав алгоритмов выбран корректно, сами алгоритмы выбраны корректно, есть некоторые требования на этот счет. Вот. Порядок использования криптоалгоритмов. Вот. И корректность реализации функций безопасности. Ну, и вот все, что с этим связано. Вот. И тут я подошелся, собственно, к этим актуальным проблемам. Хотелось бы мне сказать следующее. То есть, еще раз. Мы получаем образец, мы получаем документацию, мы изучаем его основные криптографические функции, изучаем состав механизмов защиты. И очень часто вот в этом, в ходе выполнения вот этих работ, сталкиваемся с тем, что разработчик недостаточно четко представлял на момент формирования замысла на разработку, да. Какие, собственно, криптографические функции из КЗИ выполняет. Иногда это бывает очень серьезный комбайн, перечень функций которого, то есть, неизвестен точно, то есть, даже разработчику. Иногда это бывает, скажем, не совсем функции из КЗИ, а что-то более, ну, взялись шире, шире, да. То есть, возникает некая информационная система с функциями из КЗИ, что вносит некоторую путаницу в работу, в выводы и затрудняет общение, то есть, и с разработчиком на предмет исследования образца, потому что возникают всякие дополнительные вопросы, которые, в общем, не связаны с проведением работы. Вот. Вот. Вторая, вторая особенность – это размывание границ из КЗИ, то есть, когда мы балансируем на грани между информационной системой с криптографическими функциями и, собственно, из КЗИ у нас появляется куча избыточного функционала, который вообще-то не является функционалом из КЗИ. Вот. В таком случае, а сам из КЗИ функционально дефрагментирован и разбросан по информационной системе, возникает сложность с определением границ, что с собой влечет там, ну, избыточность в работах и неоднозначность в некотором смысле выводов. Вот. Третий пункт – сложности классификации обрабатывания информации. Но, опять же, он взаимосвязан с первым пунктом. Очень часто вот эта довольно типовая классификация информации в СКЗИ, да, то есть, ключевая, открытая, управляющая, закрытая, она как бы истекает из функции, основной функции КЗИ. И, по сути дела, в хорошо ограниченном СКЗИ, в определенном своих границах, да, вот эта классификация информации, она в полной мере реализуется. И никакой лишней информации там не остается. А после проведения такого рода классификации, ну, у нас в нашей работе методы все понятны и ясны, что с ней делать. А когда у нас появляется неклассифицируемая информация, то мы, так сказать, испытываем трудности. Ну, и следствие из третьего пункта, это четвертый пункт, когда мы не всегда, в следствии нарушения классификации информационных ресурсов, мы не всегда можем определить степень необходимости применимости механизма безопасности к тем или иным информационным или каким-то функциональным объектам СКЗИ. В принципе, по первому пункту я вот это хочу пропустить, так получилось, что я это не удалил, вот, поэтому я это проезжаю. Хочу перейти к проекции практики сертификации на квантовую систему СКРК. В принципе, если есть какие-то вопросы, по первой части я могу ответить. Сколько забравременен занимает? Очень сложный вопрос. В идеальных условиях или в реальных? Границу назовите. Границу. Верхнюю? Два года, да. Ну, бывает и два года, да. Средний ожидаемый срок – это несколько месяцев, от четырех до девяти. Вы, блин, находитесь в контакте с разночкой? В плотном, да, максимально плотном. О них вам приливают. Хороший вопрос. Ну, как вам сказать? Аппаратура находится при вас или при них? Аппаратура при нас. Я немножко первого вопроса. Это же ритмический, я знаю, где вы. Это школы. А, хорошо, я понял. Я тогда так отвечу. Аппаратура вообще формально находится при нас. Да, но фактически бывает, что аппаратура находится при них. И некоторые работы, связанные непосредственно с аппаратом, проводятся на лабораторной базе разработчиков. В случае, если это удобнее разработчикам, ну, для демонстрации каких-то функциональных возможностей, которые требуют подготовки. Вот. Вообще формально она находится у нас. Так же, как и весь перечень исходных данных. Длительность, она зависит от подробностей исходных данных. Которые, в свою очередь, определяют степень подробностей, которая определяется составом основных криптографических функций и механизм безопасности, и вообще функционированием замыслом на ИСКЗИ. Мамысь, я чуть предваряю этот вопрос, но тем не менее, наверное, в какой момент, собственно, поступает этот удожданный контакт? Вот я вот, условно говоря, сделал некую установку, которая, и пусть это под распределение ключей, и построил ее в практике у себя, в университете. Даже в курсе, скажу, я ее продал в другом университете. Официально все легает. Вот. Здесь есть какие-нибудь нюансы? Ну, да. Если вы ее сделали, ей пользуетесь, для защиты информации, не перечисленной в пункте 3, то, ну, это ваше право, пожалуйста, если вы ей доверяете. А если я ее продал? А если вы ее продали... Как она ее будет пользоваться? Я не знаю. Ответственность на нем или на нем? Если вы ее продали человеку, который будет также защищать информацию, не перечисленную в пункте 3, то никакой... Нет, я не знаю, а я не знаю, договоре не написано. А, ну, понятно, хорошо, я понял, да. В этом случае, значит, тот человек или организация, которая приобрела, может быть, эту аппаратуру, может быть, для обработки информации какой-то там, может быть, даже перечисленной в пункте 3, несет в полной мере, соответственно, с доконодательством, ответственность за обработку этой информации. И она выбирает вашу или не вашу, а какую-то другую аппаратуру, или вашу между сертифицированной и не сертифицированной, соответственно, требований законодательства. Можно я дополню? Что касается использования аппаратуры в учебной деятельности, учебная деятельность даже в области информационной безопасности является нелицензированным видом деятельности. То есть вы можете учить квартум распределения ключей студентов совершенно спокойно, и к вопросам информационной безопасности совершенно спокойно. Вам не требуется никакая лицензия, вы никаких законов не нарушаете. Можете там АЕС им шифровать в рамках лабораторных работ, и никто вас в России за это не привлечет. Совершенно так. Так мы в рамках лабораторных работ, которые вообще на сетях используются, никто ничего не говорит. То есть они не попадают под эти требования, которые перечислены? Ну так просто знаете, что это значит. Тогда я чуть-чуть вернусь. Раз так, я тогда немножко вернусь. Вот здесь вот у меня был... Куда мне надо целиться, чтобы он переключал? Туда. Постанции не надо, радио, а? Да? А здесь как будто бы передатчик. Это указка. Это указка? А, извините. Я редко пользуюсь такими вещами, да. Вот, смотрите, к вопросу о... Да, вы сходите в связи. Насчет... К вопросу о использовании айписеков в информационных системах. Вот, пункт один, это, собственно, источниками сложностей при разработке из КЗИ. Вот, я вот считаю вот эти вот источники, да. То есть мы... У нас, к сожалению, в настоящее время... Система проектирования, к сожалению, на мой взгляд, оно... Ему недостаточно внимания уделяется. Очень серьезно работают интеграторы, а у них под руками определенный набор средств защиты информации. Они, значит, из того, что у них под руками, собирают под требования заказчика, который, так сказать, формулирует эти требования в меру своих сил, да, собирают то, что работает. И иногда бывают ситуации, что, да, меры защиты есть, есть, механизмы есть, есть, средства защиты есть, есть, информация какая, ну, там, вот такая, они не подходят. Такое бывает. Так, еще вопросы можно. А вот, когда система поступает на сертификацию, каким образом осуществляется конфиденциальность? То есть какой-то, ну, используя климат, или что-то, что вы не обязуетесь как-то сохранять в дальнейшем? Это очень сложный вопрос. На мой взгляд, не знаю, может быть, я что-то не знаю, но вот у нас с этим были вопросы. Мы заключаем NDA между, значит, лицами, участвующими в договорных отношениях. Но у нас есть один нюанс. Мы, как специализированная организация, взаимодействуем с регулятором. И в рамках некоторых там активностей, вот в рамках этого взаимодействия, мы вынуждены ему демонстрировать результат своей работы, и в том числе исходные данные для работы, которыми является, собственно, образец и документация на него. Вот здесь иногда возникает вопрос. Потому что регулятор NDA... Да. Ну, тогда, наверное, дальше, да? Вот я постарался изложить, так сказать... Основные принципы, ну, наши взгляды на объект исследований, да, что это некий объект, называется он из КЗИ, определение введено, основные криптографические функции введены, функции безопасности определены, и мы начинаем по вот этим вехам рассматривать образец и делать выводы, так сказать, его реализации, соответствия документам, нормативам, всему перечню того, чему он должен соответствовать. Вот на первом шаге, если к нам приходит система с КРК, вернее так, к нам приходят некие изделия, которые реализуют функцию квантового распределения ключей, нам нужно их как-то классифицировать. Значит, первый этап, мы определяем основные криптографические функции, и, то есть, вот сегодня в докладах упоминались примеры, там даже сетей и компонентов сетей, и там была вот эта схема с двумя шифраторами, у меня она чуть позже тоже будет, ну, в моем вольном исполнении, вот, где функции квантового распределения ключей, это функция формирования, ну, там, рабочего или какого-то исходного для рабочего ключа, да, происходит классификация, то есть мы видим из КЗИ, мы видим в нем КРК, делаем вывод о том, что в составе основных криптографических функций есть те функции, которые мы ищем, типовые функции из КЗИ, и еще мы видим КРК, да, дальше мы компонент КРК классифицируем по функциям из КЗИ, как, ну, больше всего подходят три вот эти, да, вот, и я их сюда вынес, значит, это функции выработки все случайных последствий, изготовления ключевых документов и передачи по каналу связи, хотя последняя, она, конечно, вызывает некоторые вопросы, да, некоторые, вот, в связи с КРК не любят ее сюда, как бы, да, подключать, ну, вот, с точки зрения формальной классификации, вот таким образом примерно это происходит, в дальнейшем это просто определяет нам методики работы в отношении вот этих механизмов, вот, дальше возникает картина, когда мы видим все привычные компоненты, так или иначе реализованные, там, программно, аппаратно, аппаратно-программно, на средней степени интеграции, как угодно, и новые компоненты, которые вызывают вопрос, собственно, я к чему все и веду, да, когда мы видим квантовую оптическую схему, когда мы видим, может быть, не дай бог, там какие-нибудь квантовые генераторы случайного числа, вот эти вопросы, вот эти вот компоненты, они немножко нетипичные на настоящий момент для нас, им вызывают, то есть, некие вопросы и, то есть, необходимость обращать на них внимание с точки зрения методов работы. Ну, собственно, то, что я и хотел сказать, тут изложено, да, у нас выделяется на общем фоне оптический тракт, да, и механизм защиты от атак на реализацию, да. Ну, опять же, это я упомянул, вот, здесь никаких, никаких серьезных, так сказать, не возникает проблем, да, я считаю, что функция квантового распределения ключей и все, что с ней связано, это однозначно попадает в области СКЗИ, не может быть отнесено к функциям среды, к среде функционирования СКЗИ, вот, ну, хотя бы потому, что выполняет одну из тех типографических функций, которые были показаны выше. И, собственно, вот вопросы, которые, по которым в дальнейшем, ну, я как-то попытаюсь прокомментировать и какие-то слова сказать. Так, внешний вид, структурная схема СКЗИ, она немножко, вот, если вспомните, в предыдущих докладах перекликается, то есть у нас вот функции, так, ну-ка я воспользуюсь вот этой штукой, вот эти функции классические, да, вот это функции квантового распределения ключей, вот красным я отметил меры защиты от атак на квантовое распределение ключей, то есть специально, чтобы на случай, если будут вопросы. Правда, я, честно говоря, не готов сегодня вот всерьез как-то рассуждать про это, я это оставил за пределами выступления, за рамками выступления, потому что, ну, там много как-то вопросов. Вот, функции безопасности, упомянутые ранее, ну, собственно, сам СКЗИ и среда его функционирования. Вот так вот структурно для нас выглядит СКЗИ, который нам передадут, когда он будет готов, с функциями квантового распределения ключей. Ну, и дальше вот эта довольно известная схема, тут я немножко сейчас поговорю, а потом перейду к схеме. Значит, как я объяснил выше, значит, одна из задач – это проверка основных рептографических функций, и второй задачей из актуальных вызывающих вопросов – это проверка функций безопасности, мер защиты от атак. Вот в рамках деятельности по проверке основной криптографической функции, ну, так как в рамках этого выступления у меня нет доступных схем, да, которые бы я мог продемонстрировать там, ну, и, собственно, работ фактически завершенных на данный момент, на сегодня нет в отношении такого рода аппаратуры, поэтому я взял вот эту схему и попытаюсь сейчас в основных, ну, продемонстрировать основные шаги, методы, то есть, работы по проверке соответствия основной криптографической функции. Время? А, хорошо, тогда будем ускоряться. У нас есть СКЗИ, у него есть основные криптографические функции стандартные, мы их отбросили, но есть функция квантового распределения ключей. Вот оптическая схема. Сита для примера, тренируемся на кошечках. То есть, нам нужно в рамках нашей деятельности регулятору обоснованно показать, что оптическая схема, реализованная в железке, которая нам предоставлена на тематику, соответствует протоколу. Ну, протокол известный, то есть, сейчас я попытаюсь пофантазировать, так сказать, спасибо, коллеги, помогли мне в этом смысле. Я прошу меня извинить в этом вопросе я относительно недавно, и могу, если я там буду ошибаться, смейтесь, не громче, чем в прошлый раз. Мы берем функцию, делим ее на компоненты и начинаем проверять каждый компонент в отдельности, но это довольно стандартный метод проверки соответствия чему-либо. Второй стандартный метод с сравнением, но так как у нас с сравнением пока не с чем сравнить, поэтому мы будем действовать примерно так. Предлагает следующие этапы проверки. Проверка квазиоднофотонности, проверка функций модуляции на передаче, проверка функций модуляции на приеме, проверка корректности приема состояния, счет состояния. Наверное, это не полный список, я просто выбрал это для примера, чтобы продемонстрировать. Так, на первом этапе выделяем в образце блок формирования импульсов, ставим отдельный вопрос с эталонами, конечно. Я не готов сейчас рассуждать об эталонах, то есть представим себе, что у нас есть эталонный однофотонный детектор, и мы имеем возможность его использовать. Серую часть схемы пока нас не интересует, она может быть не задействована, может быть задействована и жить как ей хочется, она нас мало беспокоит. Выделяем левую часть схемы, подаем серии импульсов на источник, и на однофотонном детекторе формируем некую статистику по формированию. Так как здесь некий вероятность процесс, то и в критерии оценки предлагается вероятность. То есть мы на некое количество отстрелов, то есть формируем некоторое количество приемов, проверяем корректность функционирования лазера. То есть надо отметить, что я полагаю, что в этом случае, что вот эти работы мы, по сути, повторяем, они уже были проделаны разработчикам у себя в лаборатории в рамках разработки и наладки этого аппарата. Значит, на первом этапе вот так, дальше второй этап переносим, переводим источник из однофотонного режима просто в режим непрерывной работы, размещаем там эталонный поляризатор и эталонный классический детектор за модуляторами, подаем, отключаем ГСЧ и подаем известные нам значения, то есть проверяя на эталонном поляризаторе корректность формирования углов при заданных значениях входных управляющих нам на поляризаторах, на модуляторах. На третьем этапе все то же самое, только мы включаем сюда еще приемный модулятор, также осуществляя контроль за углами и подавая известные нам тестовые значения на модуляторы. И на четвертом этапе возвращаем схему к практически исходному виду. Единственное, что мы отключаем, это ГСЧ, чтобы схема функционировала детерминированно и мы могли определить, какие значения мы можем получить на контроле с выхода однофотонных детекторов. Я не знаю, тут надо ли еще что-то. И, собственно, это пример. Вот так мы себе представили, что мы будем делать с квантовым распределением ключей функции. Вот так мы примерно будем к ней подходить. Наверное, когда будет конкретный образец, конкретный протокол и документация на него, нам придется построить некую более развернутую методику, выделить параметры контролируемые, предложить или разработать совместно с разработчиком, или поучаствовать в разработке методов контроля. Но так или иначе, нам это говорит о том, что на этапе разработки системы квантового распределения ключей желательно и даже необходимо в состав ее включать некие тестовые режимы, которые бы нам позволяли вот это проводить, вот такие работы проводить. по-моему, это все. Нет, это еще не все. Ну и да, вот я сказал о том, что нужны тестовые режимы, и хотелось бы, так сказать, прогласить такие вот надежды на движение в этом смысле, так сказать, давайте нам, пожалуйста, квантовые системы, мы будем с ними заниматься, и нам бы хотелось это делать. Вот, по-моему, это все. Спасибо. Буквально, вот один вопрос, предлагаю остальные перенести на, ну, прям, подсекцию, круглого стола. Будет очень интересно. А, Евгений, а вот 15-й слайд, там есть функции в СКЗ, которые реализованы в системе квантового распределения ключей классификации. Почему там не оказалась функция метазащита? То есть, генерация псевдосочайной последовательности, почему этот документ передачи есть, а метазащитение оказалось, а аутентификация же должна быть стойкой, и это как-то взятие. Да, я, наверное, недостаточно внимания уделил. Вот взятая для примера некая гипотетическая пара из СКЗИ, с реализованной под системой квантового распределения ключей, я предположил для некой простоты, для вот этого вот демонстрации, что там канал имидезащищенный реализован классическими методами. И я, честно говоря, вот для себя бы не стал вводить вот этот канал в состав... Ну как, он, конечно, входит, да. Ну, просто он немножко лежит за границей. Вот. он не вызывает никакой никаких каких-то вопросов, на мой взгляд. То есть, ну, это классический канал, да, там механизмы... Но они должны быть криптографические стойки. Совершенно железно, да. Они будут проверены в рамках классической деятельности понятными методами, да, там будет... Да, понятные. То есть это не будет в рамки... Да, оно не вызывает интереса, вот у меня не вызывало интереса при подготовке вот этой вот, да. Какую эту сферу ваших интересов именно в рамках этого выступления. Это моя работа, да. Но сейчас мне это чуть менее интересно. Ну, это очень все интересно. Давайте приходите. Будет интересно половина десятого. Нет, девять. Да, девять, девять. Спасибо большое.